Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботы и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекция читает Украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природы для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекции лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Замбатников и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрология». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Нефрология для педиатров». Читает Валерий Петрович Зыхов и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримахов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью курс «Живые легенды». Уникальное интервью с корифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш Сиранон. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы сегодня говорим об удивительной теме, которая имеет непосредственное отношение к нашей стране, к России, к Советскому Союзу. И эта тема с каждым годом становится все более и более актуальной. Жизнь заставляет не только ее не забыть, а активно развивать, что, собственно, в нашей стране и осуществляется. Мы говорим с вами сегодня, друзья, о бактериофагах. Здравствуйте! Галина Николаевна, как-то вы очень скудно обозначили интерес к бактериофагам. Вы же один из главных специалистов в нашей стране по использованию этих удивительных микроорганизмов. Валерий Михайлович, вы все время пытаетесь мне приписать какие-то несуществующие достоинства. В данном случае я абсолютно не покривил душой, потому что Галина Николаевна сейчас аспиранты занимаются этим научным исследованием и пытаются доказать успешно, доказывают эффективность применения бактериофагов в отолерингологии. С целью профилактики. Но обо всем по порядке. Итак, друзья, 1915 год. Те далекие времена. Знаменитый француз Дерель, который выступил на страницах научных изданий о том, что существуют непонятные частицы, убивающие бактерии и успешно борющиеся с инфекционными заболеваниями. Не было микроскопов с таким увеличением, чтобы рассмотреть, что это за частицы, но в экспериментальных исследованиях на чашках Петри возникали белые пятна, которые, собственно, говорили о том, что в данных областях бактерии не растут. Это еще было далеко до исследования знаменитого Александра Флеминга в 30-х годах прошлого века. Фактически за 20 лет никто не знал, что это, но уже тогда им было присвоено имя бактериофаги. И, кстати, один из продолжателей этого учения, знаменитый грузинский микробиолог, естествоиспытатель, медик Элява, который в 1922 году создал институт микробиологии, вирусологии и бактериофагов в Тбилиси. И вот, собственно, это положило основу для развития этого направления в нашей стране. И, кстати, когда Флеминг показал свои результаты по пенициллину, то интерес во всем мире к бактериофагам упал, но не в нашей стране. Этот институт у нас работал до 1964 года, когда, наконец, Минздрав СССР принял решение приостановить эти исследования. И слава богу, что мы так долго наработали в этом направлении. Потому что сейчас, когда фактически мы видим ренессанс этого направления, все те наработки, которые Элява и его коллеги создали, сейчас активно востребованы. И наша страна, собственно, является во многом лидером в этом направлении. И кто-то в этом верит, кто-то не верит. Но, друзья, исследования, которые за последнее время были проведены на уровне электронной микроскопии, четко показали, что бактериофаги есть. Удивительно, эти частицы существуют. И эффективность их абсолютно доказана в нашей стране и за рубежом. Что такое бактериофаги? С чем их едят или не едят? Об этом говорим сегодня. Да, и, собственно говоря, бактериофаги, они существуют, наверное, с момента зарождения вообще бактерий. И бактериофаги – это самое многочисленное представительство живых микроорганизмов. Хотя вот многие спорят, вирусы вообще живые. Да, вы как раз только сказали, что это вирусы все-таки. Это вирусы, да. Это одни из разновидностей вирусов, которые размножаются в бактериальных клетках. И бактериофаги, они делятся на две большие группы – умеренные бактериофаги, которые не приводят к гибели бактерий, и литические бактериофаги, которые убивают бактерии. Мы их в веках называем абсолютными паразитами. Да, естественно. Почему такое названо? А вирусы не могут. Вот я не сря сказала, до сих пор идут споры, очень часто живые это микроорганизмы или нет, потому что вирусы не могут существовать вне каких-либо клеток. То есть они размножаются благодаря клеткам и собираются благодаря клеткам. Если клетки рядом нет, это просто неживой сгусток генетического материала, покрытый белковой оболочкой, капсидом. Собственно говоря, больше ничего у них нет. Так вот бактериофаг – это не просто паразит. Это абсолютный, стопроцентный паразит бактерий, который для того, чтобы ему жить, он должен проникнуть в бактериальную клетку. Там он начинает размножаться, там он дальше размножившись, выбрасывается в окружающую среду, и это приводит к гибели бактериальной самой клетки. То есть, собственно, в медицине это лечение и это направление используется. Убить патогенную бактерию при помощи бактериофага, и, собственно, тем самым лечить инфекционное заболевание. Так вот, почему все-таки до появления электронной микроскопии у нас был определенный застой в этом направлении? Потому что мы не видели их, друзья. Мы понимали, что бактерия гибнет. А за счет чего это происходит? И что вызывает гибель бактериальной клетки? Только вот электронная микроскопия нам и позволила ответить на этот вопрос. И встреча вируса бактериофага с бактерией во многом была непредсказуема, потому что были умеренные фаги, и в каких-то случаях бактерии выживали, и пока не знали, что это такое, не знали принципов сосуществования бактерий и фагов. Было очень сложно понять, что же это за процессы. И, собственно говоря, до сих пор бактериофаги рассматриваются не как антибактериальное оружие наше, а как помощь адаптивному иммунитету. Только как помощь адаптивному иммунитету. Поэтому проводить такую коррекцию, что лучше... Разделение, я бы сказал, между антибиотиками и... Вернее, даже не коррекция, а такое соревнование, что лучше. Да, антибиотик или бактериофаг – это совершенно некорректное сравнение, потому что, еще раз хочу повторить, бактериофаги у нас работают и на уровне профилактики, и на уровне заболеваний, и на уровне восстановления. Это помощь адаптивному иммунитету. И тут очень важно понять, как нарабатываются бактериофаги. Конечно, все-таки как они проникают в клетку, то есть за счет чего? Более Михайлович, за счет... Механизм абсолютно такой же, как у всех вирусов. Вирус прикрепляется в бактериальной клетке, делает возможным проникновение своего генетического материала в эту клетку. Генетический материал – это может быть и ДНК, и РНК – проникает внутрь бактериальной клетки, начинает реплицироваться, создаются новые молекулы ДНК, вокруг них образуется белковый капсид, бактериальная клетка разрывается, и новые бактериофаги выходят наружу. Но бактериофаги, как правило, очень специфичны. И если заканчиваются те клетки, которыми они питаются, то бактериофаги просто... То есть на каждую бактерию фактически должны быть свои... Да, на каждую бактерию у нас имеется до 10-15 по разным данным разновидностей фагов, которые могут уничтожать конкретную данную бактерию. Бактериофаги не универсальные. Точно так же, как вирусы. У нас есть респираторные вирусы, вирусы человека, вирусы кошек, вирусы мышей, летучих и так далее. Также и бактериофаги. Они достаточно специфичны. И вот важно, я уже начала об этом говорить, чтобы препараты, которые выпускаются, которые содержат бактериофаги, они имели в своем составе только вирулентные бактериофаги, только те, которые убивают, которые не умеренные бактериофаги, а именно бактериофаги, приводящие к гибели бактерий. Во-вторых, в препарате должно быть несколько видов фагов, которые воздействуют на одну бактерию, на один вид бактерий. А если у нас это фаги, которые должны воздействовать на несколько видов бактерий, соответственно, количество фагов должно быть в разы больше, чем вид видов бактерий. И каждый фаг должен отдельно проверяться на взаимодействие с конкретной бактерией каждый вид фага и на безопасность по отношению к нормальной микробиоте. Ну и в нашей стране сейчас несколько лабораторий существует, которые на высочайшем уровне, отвечающем всем стандартам микробиологической безопасности и эффективности, такие фаги создаются. И в результате, собственно, это уже практически промышленное производство, эти фаги поставляются в аптеки, где мы их можем купить и использовать при различных заболеваниях, в том числе и при болезни верхних дыхательных путей и уха. И здесь наработки довольно уже широкие имеются при лечении пациентов риносинуситом, хроническим танзелитом, ангиной, заболеванием уха, когда бактерии фаги достаточно активно могут применяться. Другой вопрос, вот опять-таки вот это тонкое равновесие, когда системный антибиотик, когда бактерию фаг, сегодня мы уже об этом говорили, они вовсе не заменяют друг друга, вовсе не заменяют, и это не противопоставление, скорее дополнение бактерии фаги к системным антибиотикам. Но есть ведь целый ряд позиций, когда системный антибиотик либо не работает, либо он оказал свою бесперспективность или неэффективность, да, и вот тогда, собственно, бактерии фаг вступают в свою работу. Вот немножко об этом еще говорили, Николай. Но я бы еще хотела сделать такую ссылку, что, к сожалению, с позиции доказательной медицины нам очень сложно рассматривать бактериофаги как лекарственное средство. Я уже говорила, предсказать эффект встречи бактериальной клетки с бактериофагами достаточно сложно. Хотя в клинике те доктора, которые применяют бактериофаги, они видят клинический эффект и с удовольствием их используют и в своей работе при различной патологии. И что касается использования бактериофагов, еще раз хочу подчеркнуть, как Валерий Михайлович уже сказал, это не альтернатива антибиотикам, это помощь. Николай, ну все-таки вот когда бы вы стали рекомендовать бактериофаги? Ваш опыт? Ну, прежде всего, пациенту, наверное, с поливалентной аллергией. К антибиотикам. К антибиотикам. Пациенту, который уже прошел несколько курсов антибиотиков, а мы не видим положительный эффект. Наверное, пациенту, когда мы ждем результатов микробиологического исследования, у нас есть возможность подождать, пока мы получим точный ответ, каким антибиотикам мы можем работать. Наверное, профилактика, в частности, ученики ваши работают в этом направлении. Но прежде чем говорить о аспирантах, которые ведут научную работу, я бы хотела напомнить об исследовании, которое проводилось, наблюдательное исследование у беременных пациенток с риносинуситами. Они проводили лечение бактериального риносинусита с использованием бактериофагов, которые производит компания «Микромир». И в результате этого исследования пациенты в группе, которые получали бактериофаги, они меньше попадали на госпитализацию, и заболевание у них протекало более легко. А что касается работы в нашей клинике, у нас… Ганька, все-таки я бы еще здесь… Прежде чем о работе, у нас еще одна огромная проблема существует, которая до сих пор вызывает много вопросов и дискуссий. Это роль золотистого стафилокока в развитии заболеваний дыхательных путей или в поддержании хронического воспаления и необходимости санации при золотистом стафилококке. Вы прямо у меня вот с языка сняли, Валерий Михайлович. Я как раз хотела предварить прототип нашей работы. Была проведена достаточно большая работа – санация медицинских работников с использованием бактериофагов у носителей золотистого стафилокока. Были показаны очень хорошие результаты, то есть пациенты… Вернее, не пациенты, а вот тот контингент, который использовал бактериофаги для санации слизистой оболочки полости носа и глотки от золотистого стафилокока, были получены очень неплохие результаты. И работа на нашей кафедре, она заключается в том, что мы сначала обследуем вновь пришедших к нам докторов, это клинические ординаторы, это новые аспиранты, которые до этого не работали на нашей кафедре. Зачем? Через какое-то время мы смотрим, что у них происходит с микробиомом и в дальнейшем уже профилактически назначаем бактериофаги и тоже смотрим результаты использования этих бактериофагов. Мне еще хотелось бы одну сторону здесь оттенить, и в нашей работе, в нашей клинике, кафедре, и вообще в целом, это безопасность использования бактериофагов. Насколько они являются безопасными, есть ли какие-то побочные явления? Да, вот если мы говорим о бактериофагах, которые выпускаются по всем правилам, то есть выделяются именно вирулентные, высокопатогенные бактериофаги, которые приводят к гибели бактериальной клетки, то такие фаговые препараты, они абсолютно безопасны. Умеренные фаги для лечения не используются и для профилактики. И поэтому это очень важный аспект. И в этом случае препараты фаговые, они абсолютно безопасны, потому что, как я уже сказала, фаги, они узкоспецифичны, только действуют на конкретную бактерию. Ну и очень много мы пока еще о фаготерапии не знаем, но есть литература, есть научные исследования, метод имеет право на существование. Как правило, если кто-то отрицает тот или иной метод, ну, скажем так... Отправляйте этого человека Галине Николаевне. Он не совсем знаком с литературой по данной специальности. И любой человек, которому интересна проблема бактериофагов, может ознакомиться с ней, сейчас нет проблем. Друзья, я бы здесь еще, чтобы завершить эту тему, хотел бы вот какую сторону эффективного использования этого лечения. Исходя из безудержного роста резистентности к антибиотикам, вот эта проблема использования фагов становится, ну, чрезвычайно актуальной. Потому что когда у нас имеется поле или панорезистентность существующих антибиотиков к различным бактериальным агентам, что делать, как лечить? В этом отношении вот это направление использования бактериофагов становится номером один на самом деле. И вот это уже определенная альтернатива системной антибактериальной терапии, помимо профилактики, помимо безопасности, отсутствия системного действия, все то, что отличает именно использование системных антибиотиков. Так что я уверен, что это направление в медицине, в том числе в тренингологии, будет активно развиваться и дальше. И наверняка положительные методы и положительный опыт будет накапливаться. Да, но как и всякий метод лечения, это, конечно, не панацея. У нас нет панацеи, но чем больше, чем богаче наш арсенал, тем лучше нашим пациентам. Спасибо, друзья. До новых встреч. Спасибо. До свидания.